Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, дорогие мои, хочу ответить на вопрос, там мне целое письмо пришло. И вот я хочу что сказать. Вы знаете, обжорство или неумеренность в еде, она осуждается в Библии. Осуждается, ещё раз говорю, осуждается, это грех. И сравнивается с пьянством. Например, в книге притчи, откройте притчи, глава 23, 20-21 стих, там говорится, «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость, а это лень, оденет в рубище». То есть ветхую, грязную, вонючую одежду, в рубище. Вот к чему приведёт. Чревоугодие, пьянство и сонливость, лень, лень. Это страшно, это грехи. Это грехи осуждающие. Осуждается в Библии Богом. Дальше в Библии, второзаконие, глава 21, стих 20, приводятся слова родителей, родителей, которые привели сына на суд старейшин за совершение грехов и сказать старейшинам города. Посмотрите, что они сказали. «Наш сын упрям и непокорен, он не слушается нашего голоса, он обжора и пьяница». В Новом Завете, в книге филиппийцам, глава 3, стих 19, неумеренность в еде сравнивается с идолопоклонством. А так и есть. Там написано в Новом Завете, в Библии, в Священном Писании написано так. «Их конец – погибель, их Бог с маленькой буквы – живот, их слава в срами, и помышляют они о земном». Всегда обращайте на свой внимание живот. Обращайте внимание на свой живот. В книге Луки, глава 21, стих 34-35, приводятся слова Иисуса Христа, где Он предостерегает от переедания, сравнивая Его с пьянством. Смотрите, как Он говорит. От Луки, глава 21, стих 34-35. Смотрите, что Иисус говорит. «Наблюдайте же за собой, чтобы ваши сердца никогда не отягощались перееданием, пьянством и житейскими заботами, чтобы тот день не застиг вас внезапно, как ловушка». Вот так написано. Умеренность во всем – это неотъемлемая, неотъемлемая черта христианина. Если вы верующий человек, у вас умеренность во всем. Посмотрите на свой живот. Посмотрите, не ленив ли вы. Посмотрите, не обжора ли вы. Посмотрите, не употребляете ли вы алкоголь и не курите ли вы. Будьте с Богом. Увлекайтесь Богом. Станьте зависимым от Бога. Ищите Господа Бога. Исследуйте Писание. Потому что всё Писание Божье – Бога духовновенно. А я люблю вас. Пусть благословит Господь Бог в вас и ваших детей. И пусть Он оградит вас и ваших детей от обжорства, греха, от алкоголя, от наркомании, от чревоугодия, от лени. Да благословит вас всех Господь. Продолжение следует...